Добрый вечер, дорогие друзья! Прошла еще одна неделя, мы с вами снова встречаемся. Я держу в руках октябрьский номер журнала Fine Art. Это один из самых серьезных американских журналов, посвященных живописи. Вот вы видите работу, в которой рассказывается, рядом с этой работой, естественно, как афиша, рассказывается о выставке персональной художника Петра Глузберга. Петр Глузберг сегодня у нас с вами в гостях. Петр, добрый вечер! Добрый вечер, Виктор! Ну это почетно попасть в Fine Art, нет? Ну да, это неожиданно было, к открытию выставки. В двух журналах была публикация. Приятно, да. Ну а вы к Славе-то как хорошо относитесь? Как всякий нормальный художник, за Славой гонитесь? Ну это всегда приятно. Слава, ну не знаю, так знакомимся потихоньку с ней. Ну хорошо. Как прошла выставка, только честно, в Портленде? Я ведь так понимаю, что это ваша первая американская выставка. Да, и это мой первый визит в Америку, и первая выставка. Но я, в общем-то, доволен ей. Было много людей, была какая-то заинтересованность. И, в общем-то, не напрасно она прошла, мне кажется. Это же коммерческая выставка? В общем-то, да. Это продажа выставки. То есть это выставка продажи? То есть люди пришли покупать, смотреть и, может быть, покупать ваши работы? Да, именно так. Далеко не всегда, насколько мне известно, работы покупаются. Люди приходят, смотрят, интересуются ценой, цокают языком, потом уходят. А бывает так, что часть картин все-таки продается. Вы можете ответить на такой бестактный вопрос, купили ли что-то или нет? Могу. Это не тайно. На выставке две работы продались. И, несмотря на то, что это штат Мэн, северный штат, далеко, но работу купили нью-йоркцы. И приятно, что в Нью-Йорке теперь будут мои работы тоже. Сколько работ экспонировалось? На выставке было 10 работ. А сколько купили? Купили две. Не так уж плохо, я вас поздравляю. Спасибо. А скажите мне, пожалуйста, вот мне, например, ваши работы очень нравятся. Они дорогие? За сколько купили работы? Я понимаю, что вопрос опять бестактный, но, тем не менее, он имеет отношение к теме нашего дальнейшего разговора, поэтому я себе позволяю спросить. Это не коммерческая тайна. Работы в галерее продались за 6 тысяч долларов. Ну, совсем неплохо. Да. Совсем неплохо. А скажите, пожалуйста, я знаю, что у вас были многочисленные выставки в Германии, в Норведии, в других странах. Там, если это сравнить с выставкой в Портленде, которая только что прошла, эффект другой, заработки другие, люди другие. И вот сравнить можете Европу с Америкой? Там все по-другому. Ну, эти работы, которые я выставлял в Портленде, они были написаны в Израиле. И на них, в них как бы вложилось время и какой-то опыт, знания. И они делались постепенно. А вот эти выставки, о которых вы сейчас говорите, это были пленэрные выставки. И это... они написаны были прямо там на месте, и тут же была выставка. И эти работы, конечно, они в течение дня, в течение двух дней максимум, они заканчивались. То есть это было, что называется, такая, как бы, социальный заказ. Вы писали, они их продавали. То есть это такая вот фабрика, извините. Нет, абсолютно ничего общего. Мы приезжали для того, чтобы поработать на пленэре, потому что не всегда это удается. Тем более в Израиле, когда погода не всегда позволяет работать на пленэре, жарко. Здесь удобные условия были. И потом художник, который работает в мастерскую, всегда есть какой-то момент, когда ему хочется на природе поработать. Но если это пейзажист. Да. Если это портретист, то начертаем у природы. Такой пленэр не поедет просто. Ему это будет не так интересно. А люди, которые относят себя к ландшафтной живописи, им, конечно, интересно всегда поработать. Это и другие страны, и другое освещение. И просто ты, как бы, отрываешься от действительности своей, приезжаешь на новое место. И иногда эти работы, они очень отличаются от того, что ты делаешь, допустим, у себя дома. Петр, я когда вас представлял, должен был вас представить как израильского художника. Это же не резануло бы слух. Вы израильский художник или нет? Ну, вот четверть века я уже в Израиле живу. Поэтому я могу сказать, что можете спокойно меня так называть. Мне это не режет слух. Существует определенный снобизм в этом отношении. Среда живописцев особая среда. И как бы там разные ходят разговоры и слухи. Вот я знаю, что есть объединение, в котором вы состоите, живописцев, художников и скульпторов Израиля. Да. А скажите мне, пожалуйста, опять, я понимаю, что в Израиле смотрят и коллеги ваши смотрят. Как вы можете оценить общий уровень, если это вообще, в принципе, возможно сделать? Ну, если учесть, что страна молодая. Учитывая это все. И приезжает много специалистов разных и хороших специалистов. Поэтому вот какой-то одной такой традиции, мне кажется, направления в искусстве, израильском искусстве, мне кажется, не определяется. Каждый художник ищет какого-то своего направления, свое самовыражение в искусстве. И уровень, мне тяжело судить, бывают выставки очень интересные. Если израильский художник не выходит на международный уровень, то, в общем, это значит, что ничего не получилось. Потому что быть просто израильским художником и, скажем, демонстрировать свои картины или пытаться продавать свои картины в Израиле – это пустое дело. Ну, или во всяком случае, ну, понятно, о чем я. Смотрите, составляющая успеха, она как бы многомерна. И я знаю, что люди совсем неплохие специалисты. И они пытались что-то сделать. Иногда в силу своего характера. Иногда тут и случай вмешивается в ситуацию. Ну, вот не получилось. А тем не менее, специалисты хорошие. И как бы они ищут потом... В общем-то, жить нужно. Нужно зарабатывать. Нужно существовать. Поэтому они ищут другой какой-то путь. Давайте вернемся на четверть века назад. Когда вы приняли решение переехать из Советского Союза, бывшего Советского Союза в Израиль. – Насколько я понимаю, ваша жизнь складывалась вполне успешно. Вы работали, вы преподавали. Вы работали по специальности. Никто кислород вам особо не перекрывал. Что было основной причиной вашего решения переехать? Тем более, что, наверное, вы отдавали себе отчет, что ваша профессия может оказаться невостребованной. Смотрите, это был 91-й год. И ситуация, она с каждым месяцем, она усложнялась, усложнялась. И я помню день, когда в холодильнике оставалось одно яйцо, и жена смотрела на него и говорила, что же мы сегодня будем с этим яйцом делать. Кроме того, в общем-то, народ как бы двинулся. И, естественно, всегда желание, пока мы молодые, хочется что-то попробовать еще, что-то в другой стране. – То есть вы являетесь представителем, ярким представителем нашей алии, потому что я тоже к ней принадлежу, которую старожилы надменно называли колбасной алией. То есть, в данном случае не колбасной, а яичной. Да, поскольку оставалось всего одно яйцо, вы поехали, чтобы там было две дюжины. То есть, чистые воды экономические причины, правильно? – Ну, и смотрите, еще к этому. Ты чувствуешь, что вокруг тебя какое-то кольцо начинает сжиматься. Вот один друг уехал, второй друг уехал. Общение становится, все сокращается, сокращается. И ты понимаешь, что начинаешь задумываться серьезно над этими вопросами. Что ты будешь делать? Какие у тебя перспективы? Где перспективы твои? Где ты можешь сам себя выразить лучше? Где тебе, скажем, там, удача повезет? Поэтому эти все моменты, они брались в расчет. – В первые годы сколько раз вы пожалели о том, что уехали? – Честно? – Да. – Ни разу. – То есть, несмотря ни на что, несмотря на войну в Персидском заливе, несмотря на дурацкие противогазы, несмотря на заклеенные комнаты. Вы, кстати, это прошли? – Нет. – Вы приехали после этого. – Ага, понятно. – Так что я видел эти противогазы, но они лежали скрыт. – Ну, хорошо. Несмотря на все сложности, которые были, исключая противогазы и заклеенные комнаты, вы ни разу не пожалели об отъезде? – Нет. – А почему? Вы же занимались, насколько мне известно, я сейчас скажу красиво, хотя могу сказать и не красиво, монументальной живописью. Стены расписывали. Макдональдсу, Левайсу. Я, конечно, понимаю, что это очень достойные фирмы, но для тонкого пейзажиста и блистательного художника, которым я вас считаю, расписывание стен для Макдональдса, видимо, все-таки был не предел мечтаний. – Смотрите, когда мы ехали сюда, я предполагал, что ко мне не придут и не будут просить меня, вот есть художественный музей в Тель-Авиве, давай переноси свои работы. Я представлял, что будет какая-то ситуация, которая меня подведет к тому моменту, когда я смогу что-то заявить о себе более внятно. А пока Макдональдсы, стены расписанные, это тоже принималось в расчет как вариант вполне приемлемый для начала. – То есть вы сидели, расписывали стену в Макдональдсе и говорили себе, Петя, все равно ты все сделал правильно, стена стеной, впереди будет еще настоящая живопись, зато холодильник забит, так? – Это было не совсем так, потому что перед Макдональдсами был еще кибуц, и программа эта называлась «Первый дом на родине». – Я помню. – И честно говоря, я не очень верю в громкие названия, не доверяю я им. – А вот в нашем случае это получилось так, что это действительно стало нашим домом. – Мы когда приехали в Натанию, мои родители достаточно такие уже в возрасте, с ними еще жила бабушка. – И вот они жили в трех маленьких комнатках, и мы вчетвером приехали сюда. – И после этого мы стали искать, а то помните годы, когда приезжало по 500, по 800 человек, сложно было с квартирами. – И нам предложили попробовать вариант кибуца, вот эта программа. – И вот когда мы приехали в кибуц, я помню это свое впечатление, оно до сих пор вот так вызывает такие эмоции. Когда жену раньше взяли на машине, она приехала, а мне пришлось с городским транспортом добираться. Я приехал в кибуц, и вот представьте, ваше поле гольфа зеленое, деревья, и вы знаете, в кибуце очень хорошо, люди смотрят за своими домами, красиво. И вот квартира, дом, окна горят, музыка слышна, я захожу в дом, и я вижу дети с игрушками, на столе фрукты, холодильник забьет то, что вы говорите. И, конечно, эта ситуация была очень интересна. И в этот момент я почувствовал какую-то свою привязанность к этому месту. Петр, мы с вами остановились на том, что вас поразил кибуц. Чем он поразил? Островом социализма в Израиле. Все кругом народное, все кругом мое. Я был в кибуцах много раз, ощущение двоякое. С одной стороны, как все замечательно и прекрасно, как все чисто, благоустроены полной чашей, с другой стороны, вот это вот социалистическое направление вызывало несколько иные эмоции. А у вас? Смотрите, это, в общем-то, очень интересный опыт. Потому что, когда ты приезжаешь сюда, и ты видишь людей, которые строили этот кибуц, и ты видишь, что ты общаешься с людьми, которые, в общем-то, делали историю этого государства, и они работали тяжело на этой земле, и вот ты рядом с ними находишься, они твои соседи, и ты с ними разговариваешь, это очень интересно. Кроме того, то, что меня поразило, я говорю, связи, которые там завязывались, они продолжают работать и до сих пор. Вот со мной приехал на выставку в Портланд мой товарищ, с которым мы подружились 25 лет тому назад, он не пропускал ни одной моей выставки, поехал со мной в Портланд. Это очень достойный человек, Дэвид Спеллман. На севере он очень такой человек популярный. Кроме того, кибуц, он нам дал возможность познакомиться даже не столько нам, сколько детям, увидеть, что такое люди живут на земле, потому что мы, в общем-то, жили всегда на этажах. И они как бы немножечко коснулись этой ситуации. Ну и интересные истории, которые нам, в общем-то, предлагались там для того, чтобы увидеть их. Я помню, вот Дэвид рассказывал мне буквально уже сейчас, как в 70-х, 60-х, 70-х годах в кибуц принимали новых кибуцников. Так у них был испытательный год для того, чтобы решить, будут они или не будут кибуцниками. И вот семья, которая должна была приехать, семья шмуклеров, у них был цветной телевизор. А в кибуце у всех был черно-белый телевизор. И вот как быть? Дэвид был секретарем кибуца. И вот он рассказывает, говорит, я скорее в качестве шутки сказал, ну что, скажем им, чтобы они смотрели в черно-белом изображении. Он говорит, я сказал это так, но народ разошелся и принял это к сведению. И вот тут дети, дети, народ любопытный. И один раз вечером они заглянули в окно и увидели, что шмуклеры смотрят цветное телевидение. И вот разошелся по кибуцу слух. Что же делать? И вот, наконец, наступает этот год, когда нужно было решать, брать семью или нет. Значит, говорят, все прошли, дошли до шмуклеров. И говорят, а вот шмуклеры, может быть, мы их не возьмем. И поднимается один такой задиристый был кибуцник. Потому что втихаря смотрят цветной телевизор. Да. Он говорит, а вот почему? Вот скажите, почему не брать его? Ну как? Ну вот. Короче, дали им еще полгода испытательный срок, потом их приняли. И пристально следили, не смотрят ли они цветной телевизор. Это ужасно на самом деле. А потом уже всякая... Я не знаю, насколько это трогательно. На мой взгляд, это ужасно. Это вот как раз то самое проявление кибуца, которое, я бы сказал, лежит по другую сторону восприятия, чем восхищение красотой, чистотой и так далее. А как вас-то занесло? Вас же вряд ли в кибуц взяли художником? Если не боится, в столовой работать или где-то еще? И нас взяли в кибуц, потому что нам долго искали кибуц, потому что старшей девочке Анне нужно было идти в школу, а Симоне нужно было идти в садик. И нужно было подобрать такой кибуц, где то и то существовало. И кроме того, моя жена, она музыкант по образованию, а тут художник. Очень нужная семья для кибуца. Это нужно. Особенно без цветного телевизора. Нет, нет. Она музыкант, а он художник. Это тоже нужно кибуцу. Нет. Тут вы не очень правы, потому что в кибуце детям все стараются делать. То есть в качестве преподавателя? Да. Когда есть свой специалист, ну что, для кибуца это очень даже... То есть жена преподавала кибуцным детям музыку, а вы живопись? Живопись я не преподавал. Я после полугода, я поехал в Тель-Авив и попробовал искать какие-то варианты на тот момент, когда мы сможем выйти из кибуца. И в конце концов вы благополучно из кибуца сбежали? Не могу сказать, что сбежали. Хорошо, ушли. Это при всем при том, эта ситуация, я говорю, она была очень интересная. Ну хорошо, не сбежали, ушли. Да, ушли. Сколько времени вы продержались в кибуце? Кругом бегом? Где-то полтора года почти. Почти полтора года? Если вам сейчас сказали бы вернуться в кибуц, вы бы пришли в ужас или сказали бы, это интересно, надо рассмотреть? Нет. У нас была возможность там остаться. Если бы сейчас сказали вернуться? Если бы... Ну, если тогда мы не остались, то сейчас, конечно же, мы не вернулись. То есть, негативные моменты от этой замечательной райской жизни все-таки перевесили моменты позитивные? Я не могу даже сказать, что это негативные. Просто мы, когда приехали в Израиль, то я рассказывал, мы сразу переехали в кибуц. Мы фактически Израиля не знали. Жизнь изменилась резко после того, как вы ушли из кибуца и начали самостоятельную жизнь. Безусловно. Она стала совсем другой. Здесь не надо было думать ни о чем, в том плане, что еда, крыша над головой, деньги, ничего этого нету. Все кругом общее, все кругом готовое, все кругом вкусное, здоровое и так далее, и так далее. И можно вообще, как писал Ильф, не шевелить мозговое извилинное абсолютно. Здесь надо брать на себя ответственность и самому всем заниматься. Когда началась живопись, которая привела вас, в общем-то, в ряды, я не побоюсь этого слова, но из самых интересных художников, работающих сегодня, если можно сказать, в школе импрессионизма, в жанре импрессионизма? Ну, первая выставка еще в кибуце была. Я когда еще не получил материалы свои, масляные, у меня акварельные краски все время были со мной. И я в столовой уже где-то через полгода сделал выставку для кибуцников. А когда мы переехали уже в Кварсабу, сначала вот так просто бродил по улице, нашел галерею, наткнулся прямо и познакомились. Меня познакомили через галерею с художниками, которые в Кварсабе жили. А потом как-то я уже потихоньку вышел на художника в Тель-Авиве и так дальше, и так дальше, и так дальше. Ну и как братья-художники принимали бывшего советского, а теперь еще и бывшего кибуцного коллегу? Художники тоже разными волнами, алии прибывали в Израиле. Кто-то был достаточно уже известный, успешный. Кто-то вот приезжал вместе со мной в этот же период времени. Объединялись какие-то группы, пытались как-то помочь друг другу. Создавались какие-то выставки, пусть это было там где-то в Гестадруте, пусть это были какие-то залы такие не первого класса. Петр, я вам еще один вопрос задам, не очень тактичный. Поймите меня правильно, я вовсе не хочу здесь кого-то обижать. Но очень многие считают, что человек, занимающийся любым жанром искусства, будь то музыка, живопись, театр, он должен вырываться за пределы еврейского государства, потому что реализоваться там, в том объеме, в котором должен и может по-настоящему талантливый человек, практически невозможно. Маленькая страна, маленькое относительно число людей, которых можно заинтересовать своим искусством, и каждый представитель любого жанра старается так или иначе выйти за пределы Израиля. Это соответствует действительности? Ну так, по-честному. Я думаю, что это индивидуально. Есть художники, которые смотрят только на Запад и стараются работать по западным стандартам. Есть художники, которые где-то ближе в своем искусстве используют какие-то национальные мотивы. Послушайте, Петр, давайте не будем хитрить. Вы в своем искусстве, в своем творчестве используете национальные мотивы больше, чем кто-либо другой. У вас потрясающие серии Яфа, Хайфы, Иерусалима, Мертвое море. В ваших пейзажах, удивительных пейзажах, национальный колорит присутствует, может быть, больше, чем у кого бы то ни было. Тем не менее, тем не менее, Франция, Норвегия, Германия, сейчас США. Поэтому при чем здесь одно к другому? Можно сколько угодно увлекаться и делать ставку на национальный колорит, но это не значит, что это имеет возможность реализации в стране, в которой это создано. Сказать, что рынок большой очень в Израиле, я, конечно, не могу. И вот сейчас я сюда получаю тоже приглашение на выставки. Выставок очень много. Может быть, это связано с праздниками, которые грядут. Осень чаще всего выставки открываются. Но продажа небольшая, это я знаю. И каждый художник пытается каким-то образом познакомить со своим искусством круг людей, которые ему хочется расширять и расширять. Петр, вот я держу в руках ваш персональный очень красивый альбом. Он не только красивый, меня еще восхитило название этого альбома, которое можно перевести как «Развитие традиции французского импрессионизма в Израиле». «Искусство Петра Глузберга». Мы к этому развитию французского импрессионизма в Израиле еще вернемся. А пока ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Я так и не понял, кем это издано, потому что там написано и Москва, и Иерусалим. Так все-таки кто это издал? Эту книгу написал Алик Пштейн. Он занимается искусствоведением, он культуролог. И он издает очень многое в Израиле и за рубежом. Так что… Так где он был издан, в Москве или в Израиле? Нет, это было в Израиле. Это в Израиле, да? Да. Но там графика она набиралась в Москве. Понятно. А вы вообще ездите в Россию? Не часто наезжу. Тоже выставки? Да, вот в прошлом или позаправлении, в прошлом году, в Петербурге. И как прошло в Петербурге? Там была пленэрная выставка, вот то, о чем мы с вами говорили. Это мы работали в течение 10 дней. Больше такого этюдного плана работы. Галерея тоже была, соответственно, небольшая, но рядом с Невским проспектом. И тоже было много публики. Какой-то интерес это получалось совместно с питерскими художниками. А вот как вы думаете, вы стали уже модным художником? За работами которого наблюдают, потихоньку гоняются, в общем, платят неплохие деньги. Я думаю, что есть какой-то круг почитателей. Вот у кого-то 6, у кого-то 7 моих работ. Это то, что мне известно. Но я все же считаю, что... А заказы идут? Определенный какой-то круг людей. А заказы идут? Заказы... Или вы не пишете на заказ? На заказы я, например, на заказы жить не смогу, потому что это от случая к случаю бывает. Это очень конкретные такие или портреты, или что-то вот человека, допустим, очень ему понравилось, и он пытается... Известного израильского художника живопись прокормить не в состоянии. Ну, живопись всегда была ненадежным хлебом. Ну, смотря у кого. Это, может быть, у Ван Гога не была, а у кого-то другого, у Рембрандта, скажем, была. Ну, я говорю в общей массе. Ну, я так, в качестве примера. Кого-то кормило и очень хорошо, а кого-то не кормило вообще. Причем это с уровнем дарования не всегда связано. Да, здесь уже входят другие совершенно качества людей. А может быть, все дело в том, что вы очень хороший художник, но абсолютно не конъюнктурный. У вас нету настоящего хорошего администратора, потому что, как улетели ваши две работы в Портленде, я думаю, что если бы был настоящий мощный администратор, улетели бы все десять и еще заказали бы столько же. Ну, это еще Маяковский говорил про рекламу, которая является движителем. А почему вы этим не занимаетесь? Это такое интеллигентское чистоплюйство? Я думаю, как любая способность у человека, он должен обладать и этим качеством тоже. Реклама, о себе говорить, это... Ну, если вы сами не в состоянии это делать, значит, надо кого-то искать, кто бы этим занимался? Может быть. А у вас, видимо, на это нет ни сил, ни желания, ни времени. Вам больше нравится возиться с детьми в студии, которую вы создали, и в которую записано немалое число детей, которых вы учите живописи? Да и вообще... Я не вожусь, я их обучаю. Ну, возитесь, возитесь. Ну, как это, не вы возитесь? Смотрите, у меня два дня в неделю только занятия. А сколько детей в студии? И у меня один день дети, подростки, а второй день взрослые. Как называется студия? Студия называется АВИВ. АВИВ. Да. Сколько детей и сколько взрослых в студии? Взрослые сейчас две группы, по пять человек в группе максимум, а дети тоже, тоже где-то вот такое же количество, тоже две группы, тоже где-то пять, где-то шесть человек. Это дорого стоит попасть в кого-то в студию? Ну, это все относительно. Ну, я не спрашиваю о конкретной цене, я спрашиваю так вот, дорого или нет? Или каждый может себе позволить? Я думаю, что люди могут себе позволить со средним достатком. Зачем это надо? Они же не собираются становиться художниками, особенно взрослые. Зачем это надо детям, да? Давайте начнем взрослых. Зачем это взрослым? Ну, смотрите, я вам пример такой один приведу. Вот у меня, допустим, занималась девушка, она бухгалтер. И она приходила, из Трельева приезжала. И она говорила, вот, Петр, у меня раскалывается голова, я не знаю, как я досижу урок, может быть, сегодня не будем работать. Я говорю, начни. И потом она начинает работать, и заканчивается два часа занятий, иногда два с половиной. Она говорит, слушай, и голова прошла, и вот желание даже еще работать. Почему так? Время быстро пробежало. Это один момент. Второй момент. Человек получает удовольствие, человек как бы переключается на другое занятие. Здесь много составляющих, много ситуаций, когда вот в детстве, допустим, ребенок рисовал, а потом жизнь так повернулась, что он оставил. А желание что-то делать своими руками, какие-то мысли свои воплощать, это осталось. Иногда это бывает профессионально. У меня занимается очень способный человек, она модельер. И вот ей хочется повышать свой уровень профессиональности. Но вам-то приходится заниматься. Я понимаю, это оставляет удовольствие заниматься с людьми талантливыми, у которых есть способности, есть к этому что-то, что им дал Бог. Но вам же приходится заниматься и с абсолютными не бум-бум, которым живописью заниматься противопоказано. Вы же им тоже не отказываете? Смотрите, а такие не задерживаются. Если им становится скучно на занятиях, они уходят. И бывают такие случаи, когда они не уходят, родители не хотят, чтобы они уходили. Но с детьми это более-менее понятно. Дети не по собственной инициативе идут, их родители запихивают. Да, чаще всего так. Но тем не менее, они их запихивают, да они их запихивают. Но, насколько мне известно, несколько лет назад команда ваших детей уехала в Германию. Да, был такой случай. Небольшая группа ребят, я их взял в Германию. Там это было, ну как бы как у нас были когда-то пионерские лагеря. Только один энтузиаст в Германии, он устраивал такие лагеря для детей, которые занимаются искусством. И они там продолжали лепить, рисовать. И потом была выставка детская. Я знаю людей, для которых вот эта деятельность учительская, с большой буквы У, учительская, она превалирует. И во всяком случае она важнее всего другого. Потому что они считают, что и не без оснований, что обучение людей прекрасному, а вы ведь учите не только живописи, но вообще искусству, приобщаете к культуре, это подвижническая деятельность, она важнее собственной профессиональной работы. У вас же это не так, вы же не ставите этого главу угла. Смотрите, наверное, я какую-то бациллу подхватил, когда я занимался, преподавал в педагогическом институте. Несмотря на то, что у меня педагогическое образование нет, но меня взяли туда на работу. Я преподавал. Более того, меня попросили составить программу. И по этой программе, как я знаю, вот еще недавно, до сих пор занимаются. И мне было интересно, потому что ребята где-то моего возраста были. Это было сразу после института. И мы становились друзьями, они приходили ко мне, мы общались. Вот это вот в общении, и в том числе и со взрослыми иногда, тут идет какая-то интеракция. Я им даю задания, я им пытаюсь объяснить. Иногда это меня тоже заражает. И не раз было такое, когда я на тему, которую я давал им, я сам писал работы. Потому что ты въезжаешь в эту тему, ты им рассказываешь, ты заряжаешься, заряжаешься просто вот этой, в атмосфере живешь темы. То ли мы работаем фактурами, то ли мы какие-то определенные сочетания цветовые, ищем гармонические сочетания. И ты волей-неволей втягиваешься, и иногда появлялись вот именно такие работы после занятий в студии. Мне очень интересно наблюдать за этим процессом, потому что я так и не понимаю, чего больше в вашей деятельности. Вот этого начала подвижника, который пытается помочь людям стать нормальными людьми. Если можно так сказать, посредством искусства. Или все-таки живописи. Потому что я действительно отношусь к вашим почитателям, и я был поражен, когда первый раз увидел ваши работы. То считаешь, как я немного поражен названием вот этого авторского альбома. Развитие, еще раз повторяю, развитие традиций французского импрессионизма в израильской живописи. Что-то не очень это, Петр, какой-то не перебор, нет? Смотрите, я не отношусь к глубоким специалистам искусствоведения. Но когда мы говорим об импрессионизме, чаще всего люди это понимают вот так, что в 870-м году, в 70-х годах группа художников открыла стиль импрессионизма. На самом деле дело было совершенно не так. Еще и Альберти писал в 15-м веке, что человек, идущий по лугу, луг окрашивает его лицо в зеленые тона. А Веласкес писал, что когда я рисую колесо со спицами, оно меня не движется. Но стоит мне эти спицы убрать, и начинаю я рисовать колесо, обод, размыто, и вдруг оно появляется движение. То есть вот этот вот стиль, он был как бы привнесен через время. То есть чисто голый факт, он еще не дает направления стилю. Ну остановимся все-таки на секундочку на моем любимом импрессионизме. Я даже не предлагаю переместиться в музей Арси в Париже, чтобы познакомиться с тем самым французским импрессионизмом, традицией которого продолжает художник Петр Глузберг в Израиле. Но я предлагаю все-таки немножко на этой теме задержаться, потому что ваши работы действительно, может, они мне поэтому так и нравятся, они действительно очень близки этому стилю. И здесь с Эпштейном спорить бесполезно. Действительно, если показать ваши работы, повесить ваши работы рядом с работами знаменитых французских импрессионистов, будет ощущение, что это один стиль, это один подход, это одно направление. И вам от импрессионизма французского отречься не очень получится, если вы захотите это сделать. Я не отрекаюсь. Более того, я скажу, что этот стиль можно даже и не назвать завершенным, потому что после импрессионизма был и постимпрессионизм. Еще и экспрессионизм. Да. Поэтому этот стиль, как бы он проявился, нашел свою самую высокую точку вот с легкой руки журналистам названному стилю импрессионистов. Мне, конечно, близки эти традиции. Но если мы сейчас пойдем с вами, выйдем отсюда, из этой студии, попадем в студию художников, то вы увидите на большинства работах влияние импрессионизма в той или иной степени. Поэтому, когда человек работает, скажем, в стиле... Ну почему? У нас есть художники, и как бы считаются неплохие художники, уж такие реалисты, которым, если вы предъявите обвинение в том, что у них есть момент импрессионизма, они придут в бешенство и начнут топать ногами и кричать противными голосами. Есть люди, которые этим не заражены совершенно. Смотрите, для меня, мне не важно, на какую полочку положить мое искусство... Ну это каждый художник говорит. Это говорит каждый художник. Не важно, не говорите мне, что я работаю в каком-то жанре, я пишу своей душой. Это не душа, это время. Вот время, в которое ты живешь, в которое протекают твои какие-то определенные впечатления. Но ваш старый город Иерусалима можно было написать так, как вы это пишете, в дымке импрессионизма, когда у тебя расплываются очертания, и ты туда как бы влезаешь внутрь. А можно было написать, как утро в сосновом бару. Тоже ничего бы не сделалось? Ну да. И это было бы совершенно разное восприятие, это были бы совершенно разные стили. Никуда от этого не деться. Ну это как художник себя выражает. В звоне колоколов каждый слышит что-то свое, какие-то свои слова. Так он воспринимает действительность. Вот для меня, вот давайте я вам такой пример приведу. Вот ребенок. Даешь ему игрушку, новую игрушку. Обратите внимание, как он ее рассматривает. Очень внимательно. Потом, когда он привыкает к этой игрушке, он один одного взгляда достаточно, чтобы он уже понял, что это за игрушка. Вот это где-то отражает позиции импрессионизма. То есть мы пишем какие-то впечатления от увиденного. Свои ощущения. Иногда это твое настроение. Иногда это природные какие-то состояния природы. Может быть дымка. Может быть там масса всяких вещей, которые влияют на создание работы. Но вот этот стиль, конечно, мне блезок. И я чувствую, что я в нем могу себя больше выразить. Портрет, пейзаж, натюрморт. Не говорите мне, что все вам одинаково близко и дорого. Наверняка есть что-то, что ближе и что важнее. Тоже бывают такие периоды, когда тебя увлекает, допустим, натюрморт. И ты пишешь натюрморт, и тоже ставишь определенную задачу. Писать натюрморт за натюрмортом – это действительно скучно. Но когда ты ставишь какую-то задачу, и ты ее решаешь, а иногда она не получается, и ты снова занимаешься этим, то это создает какой-то вот такой ток в работе. Лично у меня сложилось, может быть, обманчивое впечатление, когда я знакомился с вашими работами, что вы чистой воды пейзажист. Не обманчивая. А натюрмортом и портретом занимаетесь в охотку в свободное от пейзажа время. Под настроение. Может быть, потому что именно в этих книгах больше уделено вниманию именно пейзажам. Но вы же говорите, это не обманчивое впечатление. Ну да. Да, я говорю. Но тем не менее этим занимаюсь. Но здесь, чтобы не было вот как бы такого балагана, как у нас говорят, чтобы больше сакцентировать внимание. Но на самом деле, конечно, мне ближе... И я вам говорю, что мы выезжаем на природу, рисуем с художниками, с друзьями. Это действительно... Это и место, и ощущение другое. Есть пейзажные живописи в мировой для вас безусловные авторитеты? Или нет? Мне нравятся многие художники. Ну, скажем, близкие. Тернер, Каро. Вот, несмотря на то, что они очень разные. Но вот так сказать, что я ученик одного какого-то художника, или придерживаясь его определенности... Но если Тернер и Каро, то понятно, что Левитан нет. Левитан мне нравится. И Куин же нет. Я с большим удовольствием смотрю его работы. Но у меня другой подход. Еще один вопрос. Вот мы сейчас с вами так беседуем, как будто вы живете и работаете в своей мастерской в Цюрихе или в Женеве. А вы живете в Израиле. Да. Вы же не можете абстрагироваться от того, что там происходит изо дня в день. Как это на вас влияет? Как это на вас воздействует? Или у вас получается поставить стенку между тем, что происходит вообще, в принципе, и вокруг, и в социальной, и в политической жизни, и миром искусства прекрасным, воздушным, замечательным? И, посмотрите, наверное, это... Если внимательно посмотреть мои работы, то вы увидите, что я могу, как вы называете, ставить стенку. Я могу абстрагироваться. Действительность, конечно, существует. Но у меня бывают такие периоды, когда по три, по четыре дня вообще не выхожу из мастерской. Это тоже, наверное, как-то влияет. Вы там прячетесь? Нет. Нет, я там работаю. Ну, вы там и прячетесь тоже от действительности, от того, что происходит. Это же как это ваша девушка-бухгалтер. Пришла, два с половиной часа мертвая порисовала, голова прошла. Вы на четыре дня спрятались в мастерской. От того, что происходит вокруг, вы каким-то образом абстрагировались, как вы говорите. Это же близко. Это не совсем так, потому что мои дети живут в Израиле, рядом со мной. Они служили в армии. Это не может проходить мимо меня. Естественно, я слушаю радио, телевидение иногда смотрю, и вашу передачу смотрю часто. Конечно, это есть ощущение, что ты живешь в конкретно определенной стране со своими сложностями. Но вот снова же, может быть, я вернусь к какому-то моменту, когда мы приехали и жили в Кебуце, жили на земле, и почувствовали вот эту привязанность к этой земле, привязанность к этому месту. Может быть, это была какая-то прививка проделана с нами. Потому что и мои дети, и я могу сказать с уверенностью, они любят Израиль, и сложности эти воспринимают. Но это есть, это действительность. С другой стороны, иногда это смотрится со стороны, когда вот что-то случается у нас, оно передается, оно транслируется. Об этом много говорит, нагнетается обстановка. И я почувствовал, что израильтяне немножечко такой народ, вот, и вы, наверное, может быть, тоже почувствовали. Вот оно прошло, вот оно ушло, надо жить дальше, и наступает новый день, и приходится жить, помня про то, что было, и тем не менее, находясь в действительности, сказать, что я прячусь, скорее, образ жизни такой, что мне больше времени приходится находиться в мастерской. Петр, я вам должен сказать, что мне очень приятно, что личность художника меня совершенно не разочаровала после того, как я с ним познакомился. Спасибо. Потому что иногда бывает, знаете, как в жизни, картины замечательные, а думаешь, лучше бы ты с ними разговаривал. Книжки прекрасные, а лучше бы ты его никогда не видел. Актер хороший, но дурак дураком. Лучше бы остался вот там где-то незнакомым тебе человеком. Вы очень-очень-очень соответствуете своим работам. Спасибо. Из чего я делаю вывод, что вы не держите никакого имиджа, ничего не изображаете, а вы такой, какой вы есть, потому что это видно, очень легко себе представить, что вот эти воздушные, замечательные работы написаны вот этим человеком. К сожалению, к сожалению, в наше время почти стекло. Раз вы передачу смотрите, то вы традицию знаете и наверняка что-то подготовили. Хотите, можете на иврите стихи, я тоже не откажусь. Ну, я с удовольствием прочту стихи на русском языке. «Хотеть, спешить, мечтать о том ночами и все ползти, и не видать низги. Я, как песком, засыпан мелочами, но я еще пробьюсь сквозь пески, раздвину их, вздохну холодный воздух, и станет мне легко идти и замечать по неизменным звездам, что я не сбился и в песках с пути». Спасибо вам на стихи. Спасибо за то, что вы брали время и пришли. Я вам желаю радости творчества. Я вам желаю не сбиваться с пути. Спасибо. Я думаю, что вам это не угрожает. Я хочу, чтобы во всем мире как бешеные набрасывались на ваши работы, потому что, во-первых, вы это сами заслуживаете, во-вторых, работы того стоят. Ну, а самое главное, я вам хочу пожелать, чтобы вы жили в ладу с самим собой, потому что, как мне представляется, при вашем характере, может быть, я ошибаюсь, вам для хорошего, продуктивного, извините за это слово, творчества, нужно равновесие души. Так пусть оно вас не оставляет. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо вам. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Спасибо, что вы сейчас были с нами. До встречи через неделю. Будьте, пожалуйста, благополучны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова